Всем привет! Меня зовут Эрик, это канал подготовки к ЕГЭ «Легион». И я, как человек, который уже несколько десятков тысяч учеников подготовил к экзаменам на высокие баллы, точно знаю, как нужно готовиться к ЕГЭ. Необходимое, одно из самых важных условий для подготовки на высокие баллы в течение такого короткого периода, как год, это грамотно составленная программа. И таких на самом деле не очень много среди онлайн-курсов или оффлайн-курсов, и даже многие репетиторы не могут составить программу верно. И этот учебный трек, учебный маршрут нужно составить за ученика. Я абсолютно уверен, что если просто сказать какому-нибудь ребенку, что вот тебе куча материала, ну такое уже есть, типа возьми вот куча материала, есть в интернете, есть просто учебники, вот возьми и просто все это пройди. Но так не получится, потому что, во-первых, где-то будет неинтересно, где-то будет скучно, где-то человек будет заниматься там несколько дней подряд, а потом на пару недель может выпасть из этого процесса и так далее. Поэтому нужны четкие темы, четкое расписание и четкие дедлайны. Итак, я расскажу тебе несколько планов подготовки, и начну я с плана подготовки на 90 плюс баллов. Чтобы сдать на 90 плюс, нужно готовиться вообще ко всему. И как мы это делаем? То есть сначала мы закладываем фундамент, мы решаем простейшие задания первой части, но уже решаем их с такой теорией, которая пригодится и в решении уравнений, и в решении неравенств, и в решении даже параметров. То есть мы не просто проходим задания первой части, нет, мы проходим функцию адекватно, мы проходим тригонометрию правильно, логарифмы правильно. Это такой фундамент, который необходим для решения более сложных задач. Но чтобы не заниматься первые три месяца только первой частью, мы туда добавили блок геометрии. Почему это можно сделать? Потому что даже в школе у вас геометрия и алгебра идут параллельно. Для того, чтобы заботать 16-ю сложную задачу, вам сначала нужно изучить теорию по этому номеру. То есть всю теорию по планиметрии. Но есть хорошая новость, ее не так много. Поэтому изучаем теорию, решаем задание сначала первой части по планиметрии, и потом уже постепенно переходим к сложным заданиям из второй части. Но геометрия не заканчивается только на планиметрии, на этой 16-й задаче. После того, как ты ее прошел, ты можешь начинать уже изучать стереометрическую задачу. Я рекомендую именно в такой последовательности эти задания проходить. Сначала 16-й номер, то есть сначала геометрия на плоскости, а потом геометрия пространства, номер 13. Ну а в алгебре там все на самом деле становится очень просто. После того, как заложен классный фундамент, ты изучаешь уравнение, после уравнения изучаешь неравенств. После неравенств я бы взял параметр, потому что параметры это решение тех же самых уравнений и неравенства, только с помощью графики или с помощью аналитики. И в этих заданиях просто добавляется параметр, и после этого уже экономическая задача. Я рекомендую оставлять экономическую задачу на потом, потому что это изи баллы. Ну типа их легко потом набрать. Вы, конечно, можете пройти экономическую задачу в первой половине года. Будете набирать там к январю чуть больше баллов. Но наша цель не к январю набрать как можно больше баллов, а набрать именно на самом экзамене. Когда мы ставим экономическую задачу в конце, то мы успеваем проходить все вот эти классные, большие, сложные задания, которые там достаточно содержательные и для которых нужно пройти много материала. А экономическая задачка, реально ее можно там объяснить за 6 занятий, как я это делал раньше на полугодовом курсе. То есть она сама по себе очень базовая. Есть такая конструкция, такая конструкция, и есть там немного смешанные конструкции. Каждую из них пройти и все. Основное знание, которое там нужно, это просто знание процентов, это 5 класс. Ну и есть также задача номер 18, ее сейчас называют задачей на теории чисел. Раньше ее называли олимпиадной. Задача очень интересная. Пункты А и Б, причем может решить почти, ну не любой, а там продвинутый 5-6 классника. Пункт В, ну немножко посложнее, но тоже к нему можно подготовиться. Я это тоже параллельный процесс, прохожу это обычно там уже в конце года, когда прошли планиметрию, прошли стереометрию, и вот у нас там остается 10 недель для изучения этого номера. Поэтому план для 90 плюс баллов, он такой, параллели два процесса. Первая линия, это сначала планиметрия, потом стереометрия, потом теория чисел. И вторая линия, она более объемная, на нее чуть больше нужно тратить времени. Это первая часть, уравнение неравенства, экономическая задача и параметр. Задания между собой почти не пресекаются, только единственная планиметрия, ты сможешь использовать тригонометрию, которая продержится здесь. И все. Если вам необходимо 80 баллов, то вы в принципе можете исключить планиметрию и стереометрию. То есть вообще блок геометрии в принципе убрать, вообще его не изучать. Тогда у вас будет первая часть, уравнение неравенства, параметр, экономическая задача и теория чисел, как минимум пункт А и Б. Тогда вы потеряете 8 первичных баллов и ваш вторичный балл может быть максимум 88. Ну понятно, где-то ошибетесь, где-то может быть что-то не доделаете и как раз получите свои 80 баллов. Но кстати, нередкие случаи, когда ребята набирают именно 88, потому что решают вот это вот все. Кроме планиметрии, кроме стереометрии, кроме 18 В. А если твой желаемый балл 70, то тебе нужно сначала будет пройти первую часть, потом пройти уравнение, потом пройти неравенство и экономическую задачу и 18 А, Б. Это примерно на 76 баллов, но опять же где-то ошибешься, что ты сделаешь не так. И вот в такой последовательности, если будешь проходить, то свои баллы ты с уверенностью сможешь набрать. Тебе осталось только выбрать, на какой балл ты хочешь готовиться. На 70, 80 или 90+. Посмотри вузы, которые ты хочешь поступить, посмотри проходные баллы в эти университеты. И есть еще один способ, как попробовать забраться как можно выше. Переходи по ссылке в описании и начинай заниматься со мной уже сейчас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok